Ивент. Эпичное побоище плесенников к заданию. Странное новое соревнование. Я по спойлерам только знаю, что там будет я и Мика, плюс новая Лайла и теоретически Дори, наверное, раз ее дают в призах. Но с Дори скрыны не видела. Скрыны видела только с Лайлой и с Мика. Вот я вам проспойлерила в самом начале, что тут будет новый персонаж. Если Лань когда-нибудь выбьет, может ей дам? Пульс там? Ну, он накрытый. Просто как палка накрытый. Хорошая база, почему нет? У фишки БП он отлично помогает стягивать. Ну, БП лук, да, хороший. Если Тигнари выпадет, Амос его ждет. Ну, да, кстати, Тигнари можно... Он на атаку. Тигнари и атака вполне подойдет. Тигнари вообще практически любой золотой лук отлично заходит. Здесь появилась еще одна доска объявлений, на ней рисунок плесенника. То, что Тигнари нужно все. И атака, и МС, и восстанова. Все ему не будет. Тем более крыты. Хотя... На восстанову есть леги? Я не помню. Луки. Объявление о мероприятии. Желайте поймать послушных плесенников и подружиться с ними. Слушайте, я плесенников хожу, фармлю. Вот сначала на Тигнари фармила, ему везде плесенники нужны. А теперь еще на Нахиду ее оружку фармлю. И я уже этих плесенников вообще видеть не могу. И вен с ними для меня сейчас максимально... Желан, в кавычках. Желайте поймать послушных плесенников и подружиться с ними. Мечтаете взять под свое командование множество плесенников и испытать торжество победы над могущественными противниками? Вам уже не терпится сформировать из них настоящий боевой отряд и сойтись с другими укротителями в захватывающем поединке? Тогда ждем вас на первом в истории турнире укротителей Кубок Лотоса Нила Тпала. Торопитесь, ведь начало уже скоро. Нужно всего лишь подать заявку, немножко потренироваться. И вот уже огромный приз в ваших руках. Пайма такая, да, деньги. Ждем вас на первом истории турнире. Укротители т-т-т-т. Торопитесь, начало уже скоро. Тренировать плесенников для сражения друг с другом? Но ведь плесенники это монстры. Затея слишком опасная. Дори там есть? Да, Дори у меня до сих пор нету, поэтому я ей очень рада буду. Если Тигнари выпадет... А, Элегия лучше. Ну, там ему все хорошо на самом деле. Оружейку почти не крутила до недавнего времени, так как скам-скамный, нафиг, ну вот хома. Ну, я сейчас тоже, потому что перси есть, оружик нет. А если бы ты еще и ГГ не качала? Я ГГ так и не качала. Это я поэтому и не качала, что там тоже плесенники нужны. Я так посмотрела, думаю, подожду-ка я на хиду. Я ему так и не вкачивала таланта. Давай посмотрим на состязание. Если и вправду так опасно, мы хотя бы сможем это остановить. Странный соревнование. Новая глава. Отправляйтесь на арену Кубка Лотоса. Кубок Лотоса. Если вы смотрели игры, то вы там некоторые серии что-то лучше поймете. И, в общем, мы еще не досмотрели. Но то, что он мастером стал, я знаю. Про Элегию это мы с Пупером про Елань. Понятно. Так и Легия на АМС же, да? Ему тоже АМС можно. Он же от АМС частично играет. Дорогие участники, добро пожаловать на турнир Укротителей Кубок Лотоса Нилат Пала. Я Каутилья, старший исследователь Амурта и организатор сегодняшнего турнира. Вероятно, вы все очень заинтригованы идеей сражающихся плесенников и взволнованы перспективой наших замечательных призов. Наверняка у вас есть и некоторые опасения по поводу безопасности турнира. Для... Так, нормально, у меня орет игра. Для беспокойства нет причин. Жемчужина мудрости, которую мы разработали специально для этого события, использует самую передовую технологию Амурты под названием усиление интеллекта. Она абсолютно надежна и безопасна. Звучит очень надеживающе. Поэтому, пожалуйста, отбросьте все сомнения и смело присоединяйтесь к турниру. Кроме того, мне очень приятно сообщить, что спонсором событий является господин Эль Хидген, известный бизнесмен из Фонтейна. Он щедро предоставил 60 миллионов морд для нашего призового фонда. Скип, да. И если кто-то сможет доказать, что способен воплотить философию господина Эль Хидгена, пройдя последние испытания после финальных соревнований, то он готов отдать ему все свое состояние. Единственное слово, победитель должен согласиться продолжить дело господина Эль Хидгена и организовать будущие турниры укротителей Кубок Лотоса. Не вот этого. Эль Хидгена не на МС и на установу? Ну, возможно, я плохо помню. Ну, Эль Хидгена, пассивка Бас на МС и атаку. Ух ты, Пайман не может поверить, что этот богач вот так просто выкинул 60 миллионов на такое событие. И что это за странное обещание унаследовать все состояние, если пообещаешь продолжить турниры. И проводит его ученый из Академии. Вполне официально. Наверное, будет немного неуместно, если мы просто ворвемся и попытаемся все остановить. Почему бы нам не принять участие в турнире и не посмотреть, работает ли это жемчужина мудрости на самом деле? Пайман. Вовсе нет, просто теперь, когда все в сумеру наконец-то улеглось, не кажется ли тебе, что нарываться на неприятности с Академии это несправедливо по отношению к Нахиде? И он говорил очень уверенно, Пайман. Интересно, как работает это загадочное устройство для украшения плесеньков. А если и правда работает? Конечно, плесеньки доставили нам неприятности в прошлом, но это не просто агрессивные монстры, верно? Они больше похожи на гийких животных с плохим характером. Раз проблем с безопасностью нет, то и беспокоиться не о чем. Может быть, мы даже попробуем подружиться с плесеньками, это было бы весело. Кроме того, если мы хорошо выступим на турнире, сможем немного заработать. Хм, давай посмотрим, что к чему. Хорошо, так держать. Пайман, что ты орешь? Пайман, что ты орешь? Что-то сомневаюсь, что за ивент нам дадут 60. Ну да, похоже, регистрируются вон там, берешь жемчужину и пойдем скорее. Всю жизнь мечтала ловить плесеньков. Похоже, там впереди еще и регистрируются. Давай подождем наши очереди. Золотой метеор, путешественник и серебряный спутник Пайман, вы тоже хотите участвовать в турнире? Ты про нас знаешь, но что это за странные прозвища? Мы их раньше не слышали. Если верить плакатам, вы крутая парочка. Некоторые наемники, которым удалось сбежать от вас, нарисовали ваши портреты, предупреждая других, чтобы они вас избегали любой ценой. Пайман не знает, радоваться ли такому комплименту или объяснить, что мы вовсе не страшные. К сожалению, правила этого турнира гласят, что укротителям не разрешается воспользоваться... использовать оружие или даже сражаться друг с другом напрямую. Ваши безупречные боевые навыки здесь вам не пригодятся. Турнир заключается в поимке плесенников, их обучении и командованию ими в бою. Неизвестно, можете ли вы со временем обладать навыками командования достаточно хорошо. Это правда, мы никогда не ловили плесенников и не знаем, как подготовить их к турниру. Погоди-ка, ты ведь не организатор, почему ты читаешь нам лекцию? Ты вообще кто такая? Меня зовут Ханни, раньше я работала на пустынников, укращая непослушных вьючных яков. И в итоге я приобрела репутацию укротительницы зверей, поэтому меня привлекли к первым испытаниям жемчужины мудрости. Впрочем, не стоит уделять много внимания моему имени, я всего лишь необразованное ничтожество, которое годится лишь для работы на пустынников. Считайте меня лишь одним из участников. Но у меня большой опыт в укращении зверей и чудиш. Хотите, я вас научу? Хочешь к нам присоединиться? С вами стоит познакомиться. Неважно, союзники вы или противники, в любом случае вы можете устранить некоторые препятствия для меня в этом турнире. Конечно, я бы предпочла союзников, если это возможно. Как трогательно и откровенно. Конечно, будет лучше, если нас научит эксперт, чем мы будем разбираться совсем сами, верно? Стоит ли нам принять ее предложение? Возьмите эту жемчужину мудрости и пойдемте ловить плесенников в указанном месте. Она времени зря не теряет. Это что за плесенник? Серебряный спутник? Это такая белая леталка помпона. Первый этап ивента очень щедрый. Примогемов много, да-да-да. Это хорошо. Примогемы всем нужны. Здесь вы будете ловить своих плесенников. В этой области они очень совместимы с жемчужиной мудрости. Они идеально подходят для тренировок и соревнований. Жемчужина мудрости может поймать и удержать плесенника еще... А еще служит устройство для управления устройством. Советую дать каждому плесеннику кодовое имя, чтобы было проще отдавать им команды. К примеру, вот этот рядом со мной. Это Pira1. Взять элементы и добавить номер? Как-то скучно. Вот этот плесенник на вид такой бодрый. Давайте назовем его Прыг Скок Грибок. Лайла называет Мика Яе Онна-Сан. Но в переводе было что-то типа... Выбирая твоим советом, я научилась многому. Вот этот главный минус перевода. Сомневаюсь, что она стала бы такать госпоже Гудзи Яе. Ну, Онна-Сан, в принципе, достаточно нейтральное обращение. Все-таки Сан присутствует. Пару раз он обращался на Мисс Яе. Ну, это, в принципе, то же самое. Паймин хорошо придумывает имена. Спасибо, но не стоит. Для имен плесенников у меня есть свой план, и я его придерживаюсь. Он простой и понятный. Это помогает мне управлять ими. Тебе привычно называть его Пиро-1. Ладно, на этом с именами закончим. Но у нас будет еще много классных идей. Вдруг ты передумаешь? Жемчужина мудрость, я полагаю, надо экипировать. Пардонте. Не та буква. Отправляйтесь вместо ловли плесенников. Играя в Поков на ПСП, я всегда давал клички? Ну, я покемонам тоже обычно клички давала. В испытании ловли грибов в зоне отлова будут находиться плесенники. Если они заметят ваше приближение, то я перейду в состояние настороженности и отбегут на некоторое расстояние. Этот предмет известен как жемчужина мудрости. Если его экипировать, элементальный навык сменится на навык поимки. Удерживайте навык, чтобы прицелиться и использовать его на плесенники. И при попадании навык поимки повысить прогресс поимки плесенника. Понял, принял. Если плесенников в зоне отлова подвергнуть воздействию электро, они перейдут в состояние оживления. Их скорость передвижения повысится, как и скорость заполнения прогресса поимки. Если их атаковать пиро, они войдут в состояние обожжения. Скорость их передвижения, а также скорость заполнения прогресса, понизится. Оригинально. Сан, это уважительный суффикс, тут не слишком уместно обращение на ты. А, ты про перевод? Благодаря твоим советам? Ну да, вот это, я думаю, благодаря вашим советам все-таки было бы. Когда прогресс поимки плесенников заполнится, его можно будет поймать и дать ему имя в соответствии с предложениями Паймон. Ну да, да, тут надо было бы перевести вашим советам. Далековато? Сорян, я первые две атаки нечаянно мышку нажимаю. Ну как нечаянно? Так, гидроплесенник. Я лошара, вы знаете. Куда побег? Вернись. Маленькая. Всю жизнь мечтала ловить плесенников. Серьезно? Я что, задамываю по всему тут этому самому? Смотрите, жопка Дигнари. Он меня бесит. Какой-то покемон Гоу. Да он уже туда улетел. Дигнари, мы с тобой слишком тормоза. Да блин! Ура! Это было сложно. Так, эм... Молниевик. В самый раз. Бам-бам, шапочка, бам-бам, шапочка, бам-бам... Хорошо, бам-бам, шапочка. Лучше подождать, когда плесенник успокоится. Я тоже мучилась, потом поняла. Ага, у Паймон хорошо получается. Имена для плесенников. Они будут классно звучать на турнире. Имена... Имена для второго плесенника. Его круглая шапка похожа на барабан. Не правда ли? Паймон сразу подумала, что если ударить по его голове, то услышим бам-бам. Если его издаст... Голова издаст такой звук. Но этим выглядит довольным, значит ему понравилось. Пусть будет бам-бам, шапочкой. Га, гениальность. В вариативности. Я поняла, короче. Можно ждать, пока не успокоится. Бам-бам, шапочка радуется. Паймон никогда не делала радостного плесенника. Теперь мы будем заботиться друг о друге. Бам-бам, шапочка. Ладно, давай поймаем еще немного плесенников. Задим команду для бам-бам-шапочки. Они в квесте на хиды реплики усатого мужика перевели как я должна, я обязываю. Да. То есть, а куда нам там вообще? Далеко. Далеко, далеко. На лугу пасут соко. Да, ешки-кошки. Так, нам надо морозный и каменный, да? А я как убегаю, как оп! Ой, забыла. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну. Че-то тут не особо убегает. А ты куда побежал? Че? Че убегаешь? Че такой дерзкий? Так Присовик, косовик, пробивник Ледовик, порхолодовик, остановик Ледовик В сражениях геогриппымба Отлично, у нас есть 4 плесеника Следующий шаг использовать цветочный агар Который вам дали организаторы Чтобы усилить способности ваших плесеников Это позволит им использовать мощные навыки во время боя Пайман также придумывает неплохие поры с архонтом Гидроплесник немного сюжетный Поэтому там такой богатый выбор имени Пайман не может поверить, что мы так быстро продвигаемся вперед Это все благодаря твоей помощи, Ханя Давайте вернемся к турниру Смотрите, там кто-то бродит И вокруг нее бегают плесники На нее напали? Он такая, как я тут оказалась? Она упала? Нужно узнать, что случилось Ээээ, а я хотела руду собрать Подождите Вернитесь Не могу больше, силы на исходе Ты в порядке? Рана серьезная? Берегись Пиродин, вперед Подожди, это не враг, это наш друг У меня нет сил, чтобы идти прямо сейчас Но мне все еще нужно найти трех грибных друзей Чтобы принять участие в турнире Грибных друзей? Ты тоже участвуешь в турнире? Четыре плесняка пока И ладно, такая, можно потише, хочу спать, да Кто бы мог подумать, что мы встретимся здесь Что мы встретим здесь других участников Похоже, что мой путь закончится здесь У круче зверя нет шансов против вас Присмотрите за круче зверем вместо меня Возьмите его с собой В победе Эээ, не сдавайся, мы же и не шайка пустынников Которые хотят украсть твоих плесень То есть твоих грибных друзей Мы не такие Тебе нужно дойти до арены Чтобы мы померили с тобой силой как следует Ханя профессиональная укротительница Мы могли бы стать ее самыми сильными конкурентами Но она все равно помогает нам Это комплимент? Примета как комплимент Назови свое имя и цель И золотой метеор Путешественник и серебряный спутник Паймон тебе помогут Будьте своей командир тут Правда, поможете мне найти четырех грибных друзей Неужели удача мне улыбнулась? Меня зовут Лайла Я просто студентка Даршана Ртавахист Ртавахист Это который космос изучает Так что у меня нет никаких впечатляющих титулов Или чего-то еще И моя цель попасть в четвертьфинал Если мне удастся дойти до четвертьфинала Я смогу забрать своих грибных друзей И переложить на них часть своего физического труда Конечно, я буду о них заботиться Паймон читала об этом в правилах Все участники четвертьфинала Получают возможность взять домой любого плесеника по своему выбору Но что ты понимаешь под физическим трудом? Ведь ты студентка, твои заботы читать книги и писать научные работы Это довольно неловко Но у меня, наверное, какое-то врожденное расстройство сна Или что-то в этом роде Поэтому я никогда не могу выспаться У меня постоянно мало сил Даже самая незначительная физическая нагрузка Делает меня... Ну, вы видели ли меня только что? Я так устаю, что падаю от изнеможения Физический труд Это такие простые вещи Как перекладывание книг Или доставка нужных мне вещей из магазина Можно мне такого плесенька по магазинам ходить? Тебе не нужно этого стесняться Это совершенно нормально Путешественник всегда занимается физическим трудом вместо Паймон Сначала она называет их друзьями Теперь говорит, что хочет взять их себе домой Какой вздор! Говорит прямо как Эльхинген И чего Ханя так недовольна? Что ж, похоже, вы уже все освоили Теперь помогаете другим Остается только порадоваться за вас Увидимся А почему ты вдруг уходишь? Мы ведь не успели поблагодарить тебя и Пиро один Ханя, давай-то мы с тобой угостим тебя обедом В чем дело? Она злится? Вряд ли Она довольно прямолинейная И не производит хорошего первого впечатления Но она неплохой человек В противном случае Зачем бы она нам помогала? Возможно, у нее наши срочные дела? Конечно Мы с ней еще встретимся на турнире И к этому времени Нужно приготовить для нее подарок Чтобы выразить нашу благодарность Давайте пока последуем ее примеру Делая все возможное на турнире Помогая другим участникам И заботимся о том, чтобы Уайла Тоже смогла принять участие Большое спасибо Я постараюсь не быть для вас обузой Каза номер два Лале нужен грибной раб Так и запишем ГГ и Паймены Есть команда R Бедняга, у нее явно нехватка витаминов Или она больна У меня такая фигня была из-за воспаления Я спала по 12 часов Все время ходила сонная Ну да, скорее всего У нее нехватка витаминов У Дори тоже есть Переносная подушка У Дори тоже есть Раб В этой вампе, да, сидит Меня бы кто обедом угостил Но пицца уже едет Вы помогаете Лале Найти трех грибных друзей Отлично Теперь, когда мы собрали команду И Лале Она может иметь Она имеет право принять участие В турнире Давай вернемся И подтвердим Янто Так, подождите Где мои Мои руда А то видишь Какие Не то, чтобы у меня было мало Голубой руды Но я жадный Ой Все, собрали Удобно с нахидой Что ожжусь На самом деле Белый спутник Пайман Просто Нужна одна простая молитва Ну, 160 примусов Сделай пару квестов Каких-нибудь Там и нужный момент Ее можно не хватить Так что, услышав ее Подбирать всегда А, увидев ее Рудоту, да Не, я тоже считаю Что мимо нее проходить Если вдруг надо будет Тем более Сейчас дерево Можно в руду перегонять Ну, наоборот Руду в дерево Пайман хочет посмотреть Как проходят Отборочные соревнования Мы в другой группе Значит, нам не придется Быть соперниками Лайлы на ранних этапах Надеюсь, что мне тоже Не придется сражаться С вами на первых парах Ух ты, привет И снова вы в центре событий И вы двое действительно Похожи на главных героев Своего собственного произведения Кстати, в какой-то группе писали Что я и Мика В своем поздравлении На день рождения Заспойлерила нам сюжетку Первой главы В Дендер-регионе Упоминанием Дня Сурка И вот этого всего Мика, что ты здесь делаешь? Неужели Пайман это снится? Известия об этом турнире Дошли и до Инадзумы Буклеты раздавали Даже у ворот Издательского дома Яи Не кажется ли вам Что такой турнир Идеальный материал Для легкого романа? Неплохой источник Для материала Издательский дом Яи Работает над книгой Которая Если вы Если все пойдет по плану Останется бестселлером На ближайшие полвека Тема дружба и соперничество Поэтому мы решили Пригласить сюда Нашего начинающего автора Соуку Да, Соуку Которая собрала Чтобы она собрала Как можно больше материала Мне, конечно, необходимо Следить за тем Чтобы рукописи Моих авторов Были на высоте Поэтому я тоже Приму участие в турнире Чтобы немного понять Что это вообще такое Вот мой маленький Подельник Соука назвала его Громовертом По-моему Очень неплохо Очень изобретательно Кто бы мог подумать Что придется Столько людей Даже Мика здесь Где дед и бомжик Гуляют где-то Ара-ара Да А в качестве Мяута Кто Диона? Не знаю А, да Ролик с ней и Аято Кстати, да Был Аято Я и Мика Я не помню Может быть Диона Как раз таки В роли Мяута Надо где-то Где-то он был Соука Пойди Поздоровайся с ребятами Они станут Твоими самыми Серьезными противниками На турнире Тебе стоит Сделать их Главными героями Твоего романа Да, главный редактор Ради моих читателей Я не отступлю Победа будет со мной Увидимся на турнире Да Твоя дружба с Мика Не заставит меня Играть в поддавки Вот, кстати, да Обратите внимание Как у них запахнуто кимоно Вот мы недавно это обсуждали Вот это правильный запах А то, как Если в обратную сторону Рисуют Так нельзя запахивать кимоно Так ритуальные кимоно При погребении запахивают Ну, в обратную сторону Короче, надо слева направо Побольше бы такого Чувствуешь, это Солка Объявление вызова Своему затрятому врагу Для начала соревнования Ключевой сюжетный прием Который помогает Создать драматическое напряжение Не могу сказать Что я это чувствую Просто сражаться С приближенными Ее превосходительствами Ханаминзаки Заставляет меня волноваться А, Саю, точно Да, Саю была Точно Так и не нашла Писательницу в Льюе А я не искала Я там не бываю Че мне ее искать Там в сумме Русток Всяких побочных Этих самых Что мне, знаешь Не до писательницы в Льюе Совсем Какие тонкости С запахом Да В таком случае Ступай в гостиницу И зафиксируй Свою взволнованность В письменном виде Пока она еще свежая Это будет Отличным исходным Материалом для книги Она так напугана При этом не собирается Предавать свое дело Надеюсь, мы подружимся На что это за Тихоня Это наш новый друг Ее зовут Лайла Мы познакомились Когда ловили плесенников Лайла участвует В общем, они ее Лейлу Да, по-моему, все-таки называют Участвует в турнире Потому что хочет Забрать своего Дрессированного плесеника Домой Чтобы он жил с ней Ее цель Дойти до четвертьфинала Тренировать плесеника Чтобы Одомашнить его Изумительно Наверное, у тебя есть Множество тайн Здесь точно можно Отыскать интересный сюжет Меня зовут Я и Мика Я редактор легких романов Это исключительно Мой личный интерес И сейчас меня больше всего Занимаешь ты Приятно познакомиться Это большая честь для меня Даже не знаю, что сказать Путешественник Паймон Спасибо за вашу помощь Но я хочу получше познакомиться С моими четырьмя Грибными друзьями И подготовиться К отборочным соревнованиям Я пойду потренируюсь Когда выпустят магу Плесенник Не знаю Не перестарайся Не то снова Упадешь в обморок Мика, зачем ты Пугаешь нашего Нового друга Ой, неужели Я ее напугала Хорошо, я поговорю С ней в другой раз Чтобы все объяснить Может ли Вика Мика видеть Аронар Ну, она не совсем человек Так что да Наверняка может Но это может подождать Судя по твоему выражению лица Ты хочешь мне кое-что сказать Что ты делаешь Сумеру на самом деле Я утешаюсь тем Что ты не теряешь голову От шумихи И ты здесь не только ради веселья Но, к сожалению Нас скоро прервут Гудияи Какая честь Наконец-то с вами познакомиться Мы польщены тем Что наш турнир Стал вашим первым пунктом Назначения в Сумеру Это организатор И богатый И делец тоже здесь Я полагаю Что турнир проходит Как запланировано Иначе откуда бы У ведущего и спонсора Нашлось время Чтобы общаться с другим Пообщаться с участниками Один на один Хорошая шутка, Гудияи Такие как вы Заслуживают Самого пышного приема Какой только может Предложить Сумеру Я вижу У вас была возможность Опробовать Жемчужину мудрости Что вы думаете О перспективах Этой технологии Знаете С вашего благословления Она может быть внедрена В Инадзуме Что позволит вам Быстро решить ситуацию Хм Впрочем Сейчас я всего лишь Обычный главный редактор Я здесь Чтобы насладиться Отпуском Набраться вдохновения И я бы предпочла Не касаться Таких весомых тем Как дальнейшая судьба Зарождающихся технологий Не будьте такими Назолевым Господин Каутилья Рассказывать О деловых амбициях Академии Вряд ли уважительно По отношению К нашей почетной гости Которая проделала Долгие пути С края гроз Не говоря уже о том Что Гудзияи Проводит время Со старыми друзьями Смею предположить Что прерывать Их разговор Было Не столько Излишне Но и невежливо Очень уместное Замечание Господин Хинген Вы ведете себя Так ненавязчиво Как и Всю свою карьеру Незаметно Сколотив Огромное состояние Оставив И оставаясь в тени Услышать такую Высокую оценку От Гудзияи Это награда Которой сложно молчать Пожалуйста Если вам Если вам Что-нибудь понадобится Обращайтесь ко мне За помощью Я сделаю все Что в моих силах Чтобы ваше пребывание В Сумеру Было Приятным Кроме того Присутствие Знаменитого путешественника На турнире Это неожиданный сюрприз Я с нетерпением Жду возможности Увидеть тебя в деле Спасибо Нашла ролик С командой Если что Кинула в чат Мико Они здесь Чтобы обсудить С тобой дела Верно Зачем же ты им Отказала Особенно этому Богатею Паймен считает Что сотрудничество С ним может Принести Издательскому Дому Я ей Много пользы Быстрое продвижение Нового мероприятия По всему Тайвайту Стало бы И непосильной Задачей Для обычного Бизнесмена Я например Не хочу Чтобы издательский Дом Был подчиненным А Да Подчиненным Партнером В делах Я не хочу Чтобы издательский Дом Был подчиненным Партнером В деловых Отношениях С ним Кроме того Турнир Только что Начался Кто знает Как он Пройдет Я хочу Сосредоточиться На том Чтобы получить Удовольствие При этом Не упускать Из виду Потенциал 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 Нестабиль Потенциал Нестабиль Плесенки Могут Выглядеть Очаровательно Но они Несут В себе Элементальную Мощь Рядом С ними Нельзя Терять Бдительность Значит Я и заметила Паймон и путешественник Тоже подумали Что турнир Выглядит Опасным Но Жемчужина Будерсти Кажется Просто Потрясающей По крайней мере Все плесени Кисней Были очень Послушными Как наш Бамбам Шапочка Пожалуйста Не стоит Слишком Волноваться И всегда Беззаботна И полна Энтузиазма Что ж Пора и мне Вжиться в образ Как участнику Мне нужно Идти Готовиться К турниру Увидимся На отборочных Соревнованиях Громоверт Попрощайся С нашими Друзьями А где У нее еще Приехать сюда Было Отличной Идеей Смотрите Мы завели Новых друзей И встретились С Мико Этот турнир Обещает Быть очень Веселым Давай Послушаем Совет Ахани И купим Немного Цветочного Агара Чтобы Тренировать Нашего Бамбам Шапочку Бамбам Шапочка Кстати Вы знаете Что В Анаране Есть Аранара Который Продает Цветы В том числе Лотосы И грибы Которые На колее Нужны А лотосы Которые Вот эти Синенькие Которые На Нахиду И на Доре Будущие Чемпионы Скорее Используйте Цветочные Агары Пробудите Истинный Потенциал Вашего Плесенника Будущие Чемпионы Спасибо За Комплимент Ты Тоже Про Нас Слышал Конечно Я Был Рядом Когда Вы Получали Жемчужную Мудрость И Я Не Мог Найти Удобного Случа Представиться Поскольку Ханя Объяснила Вам Суть Турнира Не Сомневаюсь Что под руководством Такой талантливой Укротительницы Как Ханя Вы добьетесь Успехов Если даже Организатор Хвалит Ханю Значит Наив прям Достойна Уважения Мы будем Стараться В испытании Лучистый Потенциал Готовьте Составы Из Цветочного Агара Которые Понравятся Вашим Плесенникам Поглотив Их Они Раскроют Свой Потенциал Используйте Поменять Местами Чтобы Два Соседних Блока Цветочного Агара Поменялись Местами Друг С другом Используйте Повернуть Чтобы Четыре Блока Цветочного Агара Сместились По Часовой Стрелке О Это Прямо Как-то Сложно Звучит Пробудите Потенциал Плесенника Жаль Товар У него Обновляется Очень Долго А не раз В сутки Больше Я просто Никогда В этих Магазинах Ничего Не покупала Один раз Я как-то Наку покупала Когда Юэмию Резко Мне Преспечила Качать Я покупала Наку В Инадзуме Ну В городе Ну Мне там Не хватало Цветочков Сколько-то Я пошла Докупила Вы хотите Потренировать Своих Плесенников Да Мы Хотим Потренировать Плесенников Используйте Цветочный Агар Как написано В рецепте Ча Я буду Тупить Так Бам-бам Шапочка Навык Водяная Бомба Заточение В пузыре Выращивать Так А это без Без таймера Да То есть Можно Мысли А Менять Так А Мне надо Все Собрать Короче Мне надо Сделать Как на Картинке Понятно Так Так Повернусь Как всегда Разберусь С управлением Так А нет Наоборот Поменять Да Все Сложно Ходов 7 Так Все Следующий Выращивать Молниевик Без таймера Но ограничение На количество Ходов Должно быть Меньше Семи Ходов Чтобы Получить Награмм Все Поняла Ну Если Что Сейчас Переделаем Используйте Копировать Чтобы Перенести Цвет Выбранного Источника Агара На Любой Новый Цветочный Агар Все Одна Подсказка Так Повернуть Копировать А копирование А все Одно Типы Копирования Только Была Даже Музыка Замолчала Так Геогриб Привет Так Копировать Поменять Два Копирования Понятно Значит Мне Надо Два Зеленых Да Выращен Я За Трихода Умела Места Семи Ну Извините Я Разбиралась С управлением В первом Сейчас Перепройду На Трихода Окей Предустановка Чтобы Поместить Уже Существующую Смесь В соответствующий Слот Вы же Тоже Не родились С этим Знанием Так Предустановка Чтобы Поместить Это Что-то Новое В чем Она Одна У меня сейчас Мозг Зорвется А Фу Я поняла предустановка это все все я поняла я вообще сначала не поняла что это такое предустановка ручьи можно да можно сначала подожди то есть давайте вот этого сделаем быстрее значит чё я ну за три хода я не сделаю даже а нет как у тут за три хода можно сделать ой ладно ну ладно короче но не за три за пять хорошо так предустановка давай фиолетову ну ладно блин обратно что что ж я туплю так слишком много цветов все хорошо так окей идёт надо отозвать а отозвать это ход назад назад поможем вам шапочки уже наполнил до отборочек состава еще есть время можем пойти потренироваться подождите готовка к турниру вот Thank you посмотрю цель и ты это самое ооо он как а JASON поймайте плесеника поймайте плесеника поймайте плесенику поймайте плесеника так поймать парящего дндра плесеника поймать и парящего пира плесеника так смешивание Активируйте таланты Активируйте таланты До 7 ходов Это мы все сделали Слушайте, да, что-то прям щедро Забавно, на самом деле Так, сражение Наберите 2000 очков, да, надо набрать Окей Так Отправляться на площадку Фиг знает где, да? Умажаю этот вент тупо, потому что он проходит в Пор-Ормосе Я постоянно слышу офигенное мы зло После перекрашивания желешет Будут ли эволюции, не знаю Так, хорошо, куда нам-то А, тут можно телепортироваться Прямо туда Че я туплю Как бы убрать эту фигню справа сверху на телефоне Слушай, не знаю, честно Да, есть туда телепорт Да, есть туда телепорт Я просто туплю и не заметила, что там телепорт есть В итоге Ну, просто он под этим Под мерцающим значком квеста был Я не разглядела сначала В игровом процессе Эпичное побоище Вашу основную атаку заменит команда Сфокусированная атака Отдайте эту команду, чтобы плесени отжиковали цель Нажмите на соответствующую клавишу Или на аватар плесеников Чтобы активировать его мощный навык И доминировать на поле боя Количество активаций плесеников ограничено Собирайте обереги похвалы Чтобы увеличить количество активаций навыка Время существования оберега похвалы ограничено Собирайте их как можно скорее В совместной атаке Необходимо управлять плесенниками Чтобы уничтожать 3 области под контролем врагов Чем быстрее вы победите врагов И меньше плесенников потеряете Больше очков получите Нет, плесенники, не теряйтесь Может, успею снова накопить на дохиду? Ну, не знаю Я оружейку покручу, конечно, тоже В обороне необходимо управлять плесенниками Чтобы защитить монолит артерии Чем меньше урона получат монолит И чем меньше попадет ваших плесенников Тем больше очков вы получите Так Дождитесь следующее утро Так, давайте попробуем Ой, там наверху аронара Подождите Что я забуду А то это ты тут делаешь На Чтобы никого не потерять Юзы гидрокуб в нужный момент Он хилит? Ааа, спасибо А что они вообще делают? А я могу свою команду почитать? Так, совместно такая линия прорыва Ладно, сейчас взбираться будем Короче, гидро хилит Гео, я так понимаю, защищает, да, наверное? А что там еще у нас есть? Ааа, крио и И, и какой-то еще Ой, извините, если бы это было громко В игре есть место, где дают сундуки За спасенных аронар Надо будет его снова найти Да Я это еще не знала Ну, в смысле Короче, вы поняли Тут столько всего Вот, по крайней мере Я не знаю, как в пустыне В пустыне я только знаю Про квест с гробницами И квест с розами А вот в этом В лесной части Что-то Прям дофига Каких-то всяких квестов Подробнее соперника Гео слайм Хиличур-боец Активный плесенник Так, значит Этот хилит Этот атакует Этот защищает Этот восстановление, да? Архив плесенников Бам-бам Шапочка Целебная поддержка Очень умный вид плесенников С которыми Вы, по-моему, уже сталкивались Бл-бл-бл Короче Водяная бомба Заточение в прорезуре Короче, целебная поддержка Атакующее воздействие Поддержка строя Боевое усиление Ну давайте С атакующего сначала Атакующий Или сначала Защищающего Так Да Короче Сейчас я первый раз попробую Потом вы мне подскажете Так А какие там Циферки Один А почему? Один Два Три Четыре Четвертый Лечен, да? Четвертый Происходит Недостаточно попыток А, там еще внизу попытки есть Я, короче, вообще не понимаю Что происходит на поле Сейчас будете мне объяснять Они сами ходят, да? Я за них не хожу Появились обереги похвалы Где? Кто из них обереги похвалы? Какое Так, короче, гидроплеснник у меня уже свое, это самое, да? Отлечил. Когда ничего лечить не надо было, я так понимаю. Я ничего не понимаю. Золотые херни собирай, но сейчас скилы использовать не сможешь, собирай золотые семки. А я их даже не заметила, где они там были? Тут везде всего дофига перемудлили Сумеру. Геогрибщ щиты, электросимулирует, стальные атакующие. Ладно, подождите, мне просто надо разобраться, потому что я серьезно, для меня каждая новая механика это какая-то боль. Я, ну, в игры играла мало в детстве, и для меня... А, вот эти золотые фигни. И для меня все вот эти штуки это прям какая-то боль. Ну, в смысле, я очень плохо привыкаю к новым каким-то механикам. То есть, те, кто много играют раньше, они как бы, ну, быстро воспринимают какие-то новые механики. А вот, поскольку у меня было мало игрового опыта... Я с трудом вообще... А, слушайте, у них вот эти золотые семки на всех одни, да? То есть, я вот выбираю одну семку, и значит, я могу одним атаковать, да? Пока новую не соберу, нифига они не атакуют. Я правильно понимаю? Вот, видите, недостаточно навыка, надо семку. Не успел. Бегай по полю, видишь семки, внизу уведомления появляются, а береги похвалы, они зовутся. Так бегай ищи, и не стой на месте. Вот всем это самое гораздо советовать по ту сторону экрана. А, вот эти вот желтенькие кружочки, это показывает, сколько у меня ударов, понятно? Взрывы, ищи, ищи, ищи! Продолжение следует... Напряженная битва. А что вы там говорили? Гео гриб самый крутой? Каким лучше атаковать? Тупо гео грибом все время? Я просто все пока пробую. Я только к третьему бою поняла, что происходит вообще. Понимаете? Да нет, я понимаю, что я просила объяснять просто более плавно. Все, все, все. Хорошо, я вроде разобралась. Я правильно разобралась, да? Видишь, гео опрокидывает дальше здоровых. А гео из здоровых, да, может опрокидывать? Короче, против больших гео, да? А против мелочи что лучше? Ну что, я там первый этап тут прошла? Так, 500? Да, 2000 я собрала. Ну ладно, прошли. Несмотря на тупняк. Хорошо, ладно. Все, я разобралась. Как играть? Он и придумывает новых механик, и ты потом такой, что происходит? Я против всех гео юзил, он самый сильный. Они все норм, в принципе. Мне кажется, они все-таки должны быть, ну, типа, вот какие-то конкретные задачи. Ну, например, гео, да. Вроде, по идее, им против всяких там щитовиков больших его юзать надо. Следующий возьми. А, с 8 до 10. Анема стяжка. Анема стягивает, понятно. Пиры понравился? Ну, я еще пиры не пойму. Ну, в общем, да, я тоже думаю, что я буду всеми там. Ну, я думаю, что вот эта вот сложность для наград там выбрана такая, что даже ни черта не понимаешь, что все равно сделаешь. Скорее всего. Первое сражение Кубка Лотоса Нила Палан. Это уже вторая часть, да? Время пришло, пора принять участие в отворочных соревнованиях. Сейчас мы как примем участие. Не, ну, замануешься. Вообще, я заметила, что пока что вот в этом патче такие более лайтовые, ну, более лайтовые ивенты. Более такие, ну, забавные, прикольные. В прошлых там какие-то боевки были, все вот это вот. А тут такие более... Забавные пока что, по крайней мере. Кажется, скоро начало отборочных соревнований. Эльхенгелм выступает с приветственной речью. Дамы и господа, турнир Укротители Кубок Лотоса скоро будет объявлен открытым. Я искренне надеюсь, что все участники получат удовольствие от соревнований. Желаю вам всем удачи. Однако прошу вас не забывать, что этот турнир проводится под знаком дружбы и честной конкуренции. Не жалейте сил, но уважайте своих соратников... соперников. Не теряйте голову, это всего лишь спорт, а не настоящее сражение. Я всю жизнь искал способ гармоничного существования людей и опасных форм жизни. Жемчужины мудрости, которые вы сейчас держите в руках, доказывают, что такое существование вполне возможно. Я искренне надеюсь, что благодаря этому турниру еще больше людей увидят потенциал искусства украшения. Мы должны научиться безопасному и гармоничному взаимодействию с дикой природой. И искусство украшения поможет нам в этом пути. Так вот почему Эльхинген вкладывает в этот турнир свое состояние. Какой идеалист. Паутилья, конечно бы, от него отличается. Спасибо за речь. Я хотел бы добавить несколько слов от себя. Добро пожаловать, укротители жемчужины мудрости в ваших руках. Поистине новаторское изобретение плод технических разработок, которые велись в Академии на протяжении столетий. Можно перечислять 9 выдающихся технических достижений, которые делают их такими потрясающими. Кутилья Сан, вам не терпится попробовать их в деле, не стоит вдуваться в детали. Конечно. Что ж, я все объясню подробнее, когда у меня будет такая возможность. Уверен, вы получите представление о том, насколько продвинута эта технология, когда будете использовать ее на арене. Доверьтесь своим жемчужинам и получайте удовольствие от соревнований. Какой зануда. Здесь не место для рассказа о технологиях. Неужели он не понимает? Хорошо, что Эльхинген его прервал, иначе бы это затянулось надолго. Отборочные соревнования начались. Пришло время встретиться с нашим первым противником Сайна. Даже он заинтересовался этим соревнованием. Вот это поворот! На фоне сюжета и квестов такие легкие ивенты. Это эмоциональная разгрузка, да? Полностью согласна. А то там прям драма-драма. Так, а что, Сайна? Все, уже убег. Он же за этим углом стоял. Ах, этот Сайна. Неуловимый. Хотя, от первого диска усиления я бы не отказалась. Хороший был ивент. Правда, только первый. Второй уже. Оказуалили. Кстати, в этом патче еще кубики будут. Новые. Ну, правда, тоже будет, скорее всего, оказуален. Так. Турнир Укротителя. Отборочные соревнования. Стремительная. Анджеленах. Анджеленах. Грибомаг. Стремительная Анджеленах. Полна юношеской бодрости. И пришла на регистрацию вместе с многочисленными спутниками. Жаль, что все они не были допущены до турнира по причине несовершеннолетия. По словам самой девушки, она сражается от имени всех детей, которые любят орехи Аджеленах. Ну, короче, вот эти вот. Ее цель – выиграть много моря на турнире и подарить детям, которые ее поддерживают 10-летний запас орехов. Выбранный ею Грибомаг способен использовать удивительную стихию Дендера для поддержки своих товарищей по команде и создавать всевозможные элементальные реакции на поле боя. Где они олдовые и сложные ивенты? Ну, видишь, наверное, новым игрокам сложны такие сложные ивенты. Поэтому делают попроще. Хотя еще клубы будут старые ивенты. В смысле, да, они, видишь, постоянно проводят опросы и регулируют уровень сложности. Видят, что народу проще, что сложно и как-то так, чтобы, ну, все могли принять участие. Не было бы такого. Вот сейчас в печеньках идет ивент с ритм-игрой, и мне сложно. Пипец, это какая-то сложная корейская фигня. Я не могу в это играть. У меня нет такой реакции и всего остального. А как бы, извините, подвиньтесь. Сложность вот только такая минимальная. Поэтому Геншин с его более казуальными играми мне нравится куда больше. Тут ритм-игры были, у меня никогда с ними проблем не было. Все отлично игралось. В печеньках ритм-игра такая, что я с ума схожу. Не думала, что соперник на отборочных соревнованиях будет такими заурядными. Начнем. Я разделаюсь с вами так быстро, что вы ничего не успеете заметить. Кубы уже были? Я сейчас совсем не помню, что там было. Так было уже, два раза кубы были, по-моему. Первые три потом, вторые три. Или нет? Или один раз три было? Самые первые кубы были очень давно, и они были самыми... Хельга, мы еще с тобой там играли. С мужем, с твоим. Я за Барбару ходила, а вы ходили, я не помню кем. А потом я за Рейзера, по-моему, с вами ходила на кубы. Это очень давний ивент. Это зимой первого года было. Там еще такая карточка, которой у нас ни у кого нет. За кубы, за эти. И вот там реально было сложно. Там был Анема, первый самый. Анема, Электро и Гео, по-моему, куб. Вообще не помню. Вот так вот. А я помню. Хе-хе-хе. Не волнуйся, Бам-бам-шапочка. Это всего лишь отборочные соревнования. Воспринимай соперников на одной из ступенек на пути... Так, одной из ступенек на пути к нашей победе. Так. Атака. Гео-атака. Электро-баф. Семка. Так. 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 А, это не... Это здоровье было не моего. Темка. А, Митя вообще певец, пох. Хе-хе-хе. Это было действительно давно. Молодец, бомба, шапочка. Классная работа. Все большие молодцы. Я вот только не помню, а был потом второй ивент с кубами или нет? Или просто остальные кубы были в бездне, мне так кажется. Как же так? Моя стремительная атака не сработала. Скорее отступаем. Подождите, а сколько у нас вообще кубов? У нас же столько кубов, наверное, нет, чтобы их третий раз проводить пока. Электро... Электро, гео, анемы были в первый раз. Что у нас с тех пор еще добраилось? Пиро, гидро, дендро, да? А, нет, значит второй раз столько кубов будут. Да, у нас столько кубов еще нет, чтобы их проводить третий раз. Их не может быть столько всего, девять стихий. Подождите. Крио. А, Крио укуп еще добавился, точно. А Крио в этот раз, да, наверное, будет? Я не помню. Крио не было, Крио был в бездне, точно. Это так необычно сражаться с другими укротителями, очень весело. А та укротительница неплохо сработала со своими плесенниками. Почти так же хорошо, как мы. Пайман тоже хочет поучаствовать в сражении? Пайман нет, имел в виду. Пайман хотела сказать, что наша соперница и ее плесенники работают как единое целое. Вот бы и нам наладить тесный контакт с бам-бам-шапочкой, чтобы бам-бам-шапочка с одного взгляда понимала, что нужно делать. Поэтому так важно развивать тесную связь с товарищами по команде. Мико и... Все-таки она Лейла в озвучке. И Лайла, как ваши успехи на соревнованиях? Короче, зверь и его товарищи оказались намного сильнее, чем я думала. Они не успели глазом ворвать, они уже наглую разбили противника. Вернувшись на арену, я увидела, как соперники госпожи Яи убегают, будто им привидение проявилось. Госпожа Яи сказала, что ей нужно поговорить с вами, поэтому я пришла с ней. Первый раз кубы были 16 января, 31 января 2021. Версия 1.2 после релиза Альбеда и Гарын. Да. Лейла выиграла свое первое сражение. Солка тоже оказалась сильнее противника, и победа досталась ей. А я своим сражением немного разочарована. Соперник не дал мне как следует повеселиться. Это всего лишь начало. Если бы все участники отборочных соревнований оказались удающимися бойцами, это было бы ни на что не похоже. Так что... Что-то хотела обсудить. Паймонта стала такой проницательной, именно об этом я и хотела вас предупредить. С каждым следующим туром соперники будут становиться сильнее. Поэтому расслабляться нельзя. Пока мы в приподнятом настроении от победы, отборочных... Давайте проведем для плесенников специальную тренировку. Это поможет улучшить взаимодействие. Отличная идея. Нужно быть на шаг впереди. Тогда сейчас самое время начать тренировку. Еще больше кубов... Ну да, мы так что выяснили, что больше кубов быть не могло, потому что всего 7 может... Ну, не может, а всего 7. Тогда 3, сейчас 3. Вы славили и следуете за Яя на тренировочную площадку. Здесь чудесный вид. В воздухе витает аромат тропического леса. Мы достаточно далеко ушли, чтобы вас никто не беспокоил. Давайте немного повеселимся с нашими плесенниками, а затем сделаем перерыв, чтобы попробовать восхитительные сладости сумеру. Ура, сладости, сладости. Подожди секунду, но мы пришли сюда тренироваться. Или ты приготовила особые сладости, которые настроят нас на одну волну с плесенниками? Тэш, если бы у меня были такие сладости, я не стала бы ими злоупотреблять. Уверяю вас, что я принесла самые обычные сухофрукты и выпечку. Вы решили, что я запланировала для вас интенсивную тренировку? Ха, вот в этом нет необходимости. Напротив, когда вы постоянно напряжены, можете упустить самое важное. Получается, у нас будет пиро, дендро и криво или гидро? Ну, по-моему, пиро и дендро точно, а вот третий я не помню, честно говоря. Надо в анонсе было там. Надо в интернете чекнуть, какой там третий будет. Поскольку наша цель сблизиться с плесенниками, мы должны относиться к ним как к друзьям. Вместе веселиться, устраивать пикники, создавать счастливые воспоминания. Все это очень важные элементы тренировки взаимопонимания. Представь, что путешественник думал бы только о том, как сделать тебя сильнее, как нарастить тебе крепкие мышцы, чтобы смотреть, как ты подбрасываешь метачурлов. Ты бы стала ему подчиняться? Мускулистая Пайман. Почему ты так смотришь на Пайман? Не смей делать ничего подобного. Или Пайман? Пайман три дня не будет с тобой разговаривать. Нет, пять дней. Видишь, у тебя с ним очень сильная связь, и все равно ты не хочешь, чтобы он навязывал тебе строгий режим тренировок. И плесенники вас почти не знают. Почему они должны быть сговорчивыми? В твоих словах, Ризу. Госпожа, я ей права, и мне интересно узнать, что произойдет, если жемчужина мудрости выключится или выйдет из строя. Будут ли плесенники дальше выполнять наши команды? Ты хочешь выключить жемчужину? Да, друзьям нужно время, чтобы хорошо узнать друг друга и научиться доверять. Я не могу всегда общаться с кручезверем только при помощи этой штуковины. Такое чувство, будто я отдаю приказы. Ах, да, ничто не может повлиять на истинную любовь. Лейла размышляет в традиционном духе. Но это значит отказаться от контроля над плесенниками. Это правда хорошая идея? Думаю, стоит попробовать. Попробую, Лейла, не волнуйся, мы с ребятами тебе поможем. Хорошо, все готовы? Тогда я начинаю. Сейчас они их нападают и съедают их. Смотрите, жемчужина мудрости выключена. Курчезвер снова перемещается сам по себе, но не нападает на людей вокруг, как раньше. Возможно, жемчужина просто сдерживает нрав плесенников и успокаивает их, чтобы позволить людям установить с ним связь. Но это никакая не технология контроля. Если эта теория верна, желание Лейлы вполне может существиться. Узнав друг друга получше, вы сможете свободно общаться, не прибегая к жемчужине. Мико права, забудем о загадочных технологиях. Настоящий прорыв это сила дружбы. Я буду стараться, узная все о предпочтениях Курчезверя, а потом пойду к универсальному торговцу и куплю там много-много угощений. Пайман тоже хочет познакомиться с настоящим бомбом-шапочкой. Давай мы попробуем отключить жемчужину. Почему жемчуж на мудрости дает такой мощный эффект? Каутиль, я освоил какую-то технологию, неизвестную другим ученым? Дружба-магия, да. Курчезвер, хочешь поиграть в воде? Путешественник, Пайман, госпожа Яй, хотите присоединиться к нам со своими плесенниками? Будьте осторожны, старайтесь не приближаться к громоверту, когда стоите в воде, иначе есть шанс, получить уникальный массаж ног. Бомбом-шапочка, парящий гидроплесенник. Бомбом-шапочка часто играл в воде. Да, Пайман чуть не забыла, может быть, дам бомбом-шапочке попробовать что-нибудь новое, например, вместе залезть на дерево и полюбоваться видом. Лейла, Мика, вы идете? А, вы пока идите, бомбом-шапочка всегда жил у воды, мы хотим показать ему что-то новое. Хорошо, тогда встретимся здесь позже, желаю вам хорошо провести время. Они отправляются веселиться со своими плесенниками. Бомбом-шапочка, мы будем делать все, что ты захочешь, просто дай нам знать, что ты хочешь. Почему он не отвечает? Наверное, Пайман придется пустить в ход разные угощения, чтобы ему понравиться. Помогите! Что-то не так, почему плесенники злые? Кто-то зовет на помощь. Четыре куба будет? У-у-у-у-у-у-у-у-у-у! Ну ладно. Скорее туда! Ну, четыре, знать четыре еще. Туда-туда. Что бы это мог быть? первое сражение кубка что-то там пиро дендра криво гидро все будут ей что вы тут делаете а ты спасла детей я была рядом дети решили поиграть все время на ванне и оказались окружены дикими плесениками к счастью я слышала шум успела их спасти это ведь опасно и как они только отважились приблизиться к диким плесеникам без жемчужины не вини их однажды я тоже купилась на милый вид плесени как счастью я вспомнила ставление родных вспомнила сколько горя причинили плесеники моим предкам поэтому не стала подходить слишком близко это всегда знали как страшные плесеники но из-за кубка лотоса многие стали забывать об опасности ослабили бдительность эльгин хен этого не учел турнир оказался слишком популярен пытаясь решить одну проблему он создал новую при первой же возможности я положу этому конец жемчужина мудрости идеальный способ масштабного уничтожения плесеников когда игры турнир жемчужины станут моими я смогу свободно ими распоряжаться она будет уничтожать с помощью жемчужин плесеников это мы тут начали доктора стола насмотреть тоже есть персонаж такой всех убить один останусь что ты говоришь уничтожение плесеников пиро 1 слышит тебя совсем не волнует его чувства эти сама участвуешь соревнованиях и давала нам советы как управляться с лесенниками пойман думала тебе это нравится я уверена что пиро 1 поддержал бы меня ведь он способен осознавать ошибки своего рода но к сожалению он всего лишь пешка который управляет жемчужина мудрости он никогда не поймет человеческих чувств а почему я согласилась научить вас приемом вы еще не поняли я увидела вашу силу решили решила что вы поможете мне достичь поставленных целей но теперь вы защищаете плесеников мы слишком увлеклись этой глупой игрой и более недостойны титулов золотого метеора и серебряного спутника гидр это плохо он самый душный я больше всего крио не люблю все остальные мне гораздо проще подожди не уходи мы ведь сейчас сыграли с плесениками отключив жемчужины мудрости кажется она приняла решение надо же какая яркая личность и упрямство у нее ровно столько сколько нужно чувство впереди нас ждет настоящая драма мика лейла вы тоже пришли на крики о помощи мы как раз говорили о ней лейла сказала что в начале турнира хания дала вам пару толковых советов но сразу ушла как только вы встретили лейлу кажется она типичный пример человека который оказался во власти собственных заблуждений считает что за прошлые ошибки должен расплачиваться весь рот и хочет стереть его с лица земли для нее это самый эффективный и действенный способ покончить с проблемой кажется плесеники причинили много горя агрессивные плесеники действительно наносили урон окружающей среде но ряд исследователей подтверждает что в этих действиях плесеники просто следовали своей природе как любые другие животные плесеники существуют очень давно никто не знает каковы будут последствия для экологии тропического леса если разом уничтожить всех плесеников правильно крайности очень опасны чтобы чтобы не пережила ханя мы не можем позволить ей уничтожить плесеников просто потому что ей так это захотелось хотите встать у нее на пути к чемпионскому кубку я ожидал от вас такого ответа говорят ее шансы на победу очень велики вы готовы встретиться лицом к лицу с таким серьезным противником мы усилим подготовку ты для этого привела нас сюда чтобы мы лучше узнали наших плесеников и научились с ними взаимодействовать подожди ты самого начала знала что так выйдет я помню как мы делали ачивку на гидро где надо было ставить препятствия каплям немного скучно продумывать все заранее в мельчайших деталях ваша встреча с хани и для меня приятным сюрпризом на этом сегодняшняя тренировка окончена наверное отборочные соревнования тоже подошли к концу надо пойти посмотреть турнирную сетку этапа ой спасибо что везде телепорты поставили а то я уже это самое устала летать там собралось так много людей они что-то ищут говорят организаторы расставили много досок объявлений чтобы зрители могли остановить оставлять сообщение общаться друг с другом кажется это неплохой способ подогреть обсуждение турнира интересно будет ли там обсуждать нас с круче зверем если бы я могла как-то использовать этот опыт своей научной работе пойман считает что это отличная идея чтобы написать научную работу нужно уйма информации а получить ее не так просто а тут лейла сама я стал источником информации можешь писать о чем захочешь хорошая идея но я из даршана короче вот этого информация которая говорит что и была бы полезна разве что студентам амурты разные даршаны разные миры да можно предположить эту информацию студентам из амурты например продать ее тому кто предложит самую высокую цену и получить как это называется ганна рар мура для меня не главное можно заключить честную сделку в обмен на информацию попросить студентов амурты прочитать несколько научных работ по плесенникам и выяснить что нравится круче зверю если я смогу сусить круг поисков это значительно облегчит мне жизнь тогда не придется покупать для круче зверя уйму разных продуктов чтобы он все перепробовал от одной мысли об этих покупках хочется упасть в обморок за это не наезжу пустыню там наземных телепортов мало бы что подземные это страшно бесит при фарме мобов я еще не открывала подземные это потрясающая идея узнай заодно что нравится бам-бам шапочки я постараюсь по возвращении напишу письмо и отправлю его в амурту подчиненный сайна значит он наблюдает за ареной ну что опубликованная турнирная таблица опубликована турнирная таблица для 32 команд прошедших отбор и все такие деловые что в следующем раунде мы встретимся с окой ух я да так этого жду чем ты радуешься не боишься что мы выбьем вашего начинающего автора из турнира на этом путешествие издательского дома я и по сумеру будет окончено сделайте все что ваших силах я никогда не ждала от суоки победы в турнире возможно именно проигрыш подарит ей озарение которым она так отчаянно нуждается в конце концов жизнь без трудности имеет тенденцию сужать кругозор люди не знавшие поражение уверены что правда всегда на их стороне так что некоторые поражения бывают ценнее чем победа как скажешь отлично я с нетерпением жду следующего раунда и очень на вас надеюсь продолжение следует дождите следующего утра соревнование еще не началось так там еще один кусочек или еще два ну давайте еще один запишем следующего утра 8 часов я пока фармила треугольники для нахида чуцума не совершала такой соякой лимонной там нормально ходить так как у них спринт шустрый ну да далековато бегать там от всего до всего я полностью согласна мне тоже пустыня по этой причине не нравится реально это ощущение такой пустоты мы в принципе это наверное нормально для пустыни но как-то не очень комфортно кстати сегодня на 16 финала так мило эти нпс на что-то надеется в этот раз мы на сразимся с ок и для этого понадобится 20 тысяч энергии пойдем скорее на арену так в магазин события цена кубка лотоса модель жемчужины сокровища сада снов понятно сколько 1000 надо ясно понятно готовка к турниру поймать и активируйте талант плесеников шесть штук а сначала надо сделать вот эти да а я могу дальше сюжет посмотреть или нет или мне нужны будут определенные плесеники так ну эта штука первая только открыта это нужно еще плесеники плесеники еще нужно поймать дендра и пира что поймаем мика мудрая тетя лисица да мика мудрая тетя лисица как зашал во время на стрим у меня тема сочинения когда поражение цене победы теперь я знаю что можно написать не но на самом деле мика совершенно права да потому что когда ты только как бы ну что-то там побеждаешь что у тебя опыта гораздо меньше чем когда ты проигрываешь потому что ну проигрыш реально дает гораздо больше опыта так где нет плесеники куку ловля грибов а кимина дендра и пира на слезь куда-нибудь челик ну и чё ты слазь шо я буду по грибам с тобой прыгать что ли бакен какой вы смотрите он меня троллит мелкая зараза негативный опыт ценнее позитивно потому что плохого человека упоминает лучше да как его ловили что это за зверюга такая один раз попала куда он летит а вот сон ты где так ты ешку зарми и прицелься лови я бы а но там же не так далеко действует ой не упал игнорирую лопа ухи по второй раз так этого поймали а красный где так вот нам после хеличуров оригинально я могу пить плесеника которого надо поймать так огнеметчик не огнеметчик ладно огнеметчик так это мы поймали дальше нам надо их натренировать так ща как натренируем я зелененький он был я вырастим так предустановка что мне надо минус один оранжевый а и плюс один то есть вот тогда 333 все правильно так заходит такой джинлиф кафе говорит уже говорит у вас этого кафе больше не работает да так оранжевый красный и желтый оси пустик и пусечка вот когда разберешься то как бы это самое непонятнее так фига примасов сейчас покрутим слушайте поймайте парящую анема плесеника и кружащего ся перп плесеника ладно стоп пока хватит так второй раунд так ну ладно это я а тут еще отдельная защита есть ёшки кошки ладно это явно можно будет поделать потом дальше я думаю нам плесеников на тур не хватит уже пойдемте по сюжетке плохо что поворот 4 желешки работают только по часовой стрелке против часовой нельзя ну да но это наверное было тогда слишком сложно запрограммировать какие-то там моменты а я хотела покрутить дожить сколько мне там нифига себе прямо примасов сыпят просто можно конечно было и до десятки копить ну ладно я уже просто потратила не помню сколько я еще один тигнари еще одну как говорится прости лейла твои примасы уходят на какую-то никчемную ружку соука растяй растягивающийся анемоплесенник танцовщица ветра так ну гелу грипп однозначно ну наверное лучше давайте пиро попробуем так попробуем пульс еще хочешь? конечно хочу ну плюс мне кроме пульса еще интересует последний казик у меня так и не выпал пятый казик поэтому я даже ради эпиков я просто покручу ну и в целом что потом ради лейлы я конечно буду крутить ту же я и мико например но как бы выбить эпического персонажа иногда тяжелее чем все остальное вы двое не думаю что так скоро встречусь с вами на арене простите но мне придется победить вас ради писать своей писательской карьере и одобрения госпожи яи не будь такой самоуверенный соука мы тоже поблажек делать не будем у меня простила лейла но фарузан не нужно больше но кстати фарузан меня тоже интересует вот так а что я лечила? тогда еще никого лечить было непонятно противник становится сильнее так где он появился? а как? а у моих зеленая полоска у них красная да? хихихих кто там остался? зеленый? зелененький он был остался я разочек рутану тарты ради лейлы не упадет что ж ладно почему я не выиграла? не, лейла мне по дизайну понравилась вот, но насчет качать ее даже не знаю вроде щитовик прикольно, но вроде мне ставить тупо некуда видимо талант и сила гостя Тенсюкаку недоступны для простой смертной вроде меня как же быть, соука приняла поражение близко к сердцу Мика говорила, что можно не сдерживать но когда она ее увидит в таком состоянии, то точно разозлится я в панике, никак не успокоюсь пойдем извинимся перед Мика бам-бам шапочка, тебе придется изобразить виноватое лицо хихихих а потом, когда будет Сара и там теоретически Итта, я не знаю ну, вроде говорили, что может быть будет Итта тогда я буду крутить ради тоже, ради Гора, ради Сары короче хотя и оружки там могут быть прикольные, не знаю сложно ну блин, пульс потом точно будет фиг знает когда поэтому я полюбасу буду докручивать потому что следующий ран Юйми может быть фиг знает когда вообще прости Мика, кто бы мог подумать, что бам-бам шапочка одним ударом выведет из строя соуку пайман укоротитель здесь я ммм, что должно быть соука была в отчаянии и начала бормотать что-то вроде простым людям такое не под силу сжавшись на полу и причитая все так и было, ты и правда очень хорошо ее знаешь так даже лучше, этот удар станет для соуки ценным материалом прекрасным примером неудач, с которым сталкивается главный герой в процессе своего роста это тронет сердце от читателей вы же станете прообразом злодеев наносящих подлые удары в ходе борьбы за победу не выбывайте из игры раньше времени о нет, я стал злодеем сейчас не будем от сидений на шеях Мика обязательно проследит, чтобы соука стала была помягче в своих описаниях путешественник, я и сам файман тише, тише, только не падай в обморок мне пофиг, кто будет из эпиков, баннеры Райдена будут те, кто у меня С6 будут допкрутки ну это понятно ну скорее всего будет Сара, а мне Сара нужна мне последней не хватает города там вообще еще дофига не хватает наверное, половины даже нет я написала письмо учащимся Амурты к моему удивлению, они проявили неподдельный интерес к делу они отметили всего лишь через несколько часов ответили через несколько часов и отправили важные данные основываясь на этих данных, я попыталась приготовить много еды для круче зверя, но ему не особо понравилось может быть ингредиенты были не совсем правильными затем я составляла измененный список ингредиентов которые могли бы понравиться бам-бам шапочки и в итоге не спала до глубокой ночи поэтому сегодня мне немного трудно дышать ты так быстро получил результаты, вот это да трудно дышать из-за всего лишь легкого недосыпа как ты, Лейла, задаешь соперникам жару? да, благодаря твоим тренировкам круче звер стал куда более послушным о его реакции я скоро буду завидовать ну и соперники тоже становятся сильнее поэтому расслабиться не получится хотелось бы еще раз потренироваться с круче зверя чтобы пройти в четверть финал проблема в том, что завтра в 7 утра я хочу снова пойти к универсальному торговцу и разом купить все нужные ингредиенты это не проблема, я пойду с тобой на закрытую тренировку а что касается покупок, то попросим ребят они отлично справляются с такими поручениями да, твоим, твоим вообще, тыканье полное хоть где-то и дарзадей похоже, вы часто работаете на госпожу Яя и делаем это с удовольствием да, да, только не превращай нас в злющих злодеев не волнуйся, Лайла они просто только что извинялись передо мной за то, что победили Суоку сначала перекуси и отдохни большое спасибо, я вам так благодарна вот это, вот возьмите это адрес универсального торговца и здесь же находится список ингредиентов не стоит благодарности ты ведь провела исследование а универсальный торговец это Дори, что ли? ты ведь провела исследование вкусов бам-бам шапочки так что не переживай, мы просто помогаем друг другу что касается нераскрытой в прошлый раз темы потенциальной нестабильности являющейся следствием этого соревнования пожалуй, есть неплохая травная точка материалы, используемые для выращивания плесеников цветочный агар это одна из лучших сцен в романе тайное расследование маленьким читателям такое всегда нравится откуда взялась эта магия цветочного агара и жемчужина мудрости к тому же, если не разобравшись в сути этого соревнования позволить Хани делать то, что ей захочется выйдет еще больший хаос тема разговора вдруг стала такой замысловатой что Паймен немного запуталась рекомендую вам взяться за дело ближе к рассвету в это время все очень измотанное возможно, вы сможете найти основные зацепки ночью а из нелегального дилера она превратилась в универсального торговца не знаю ну конечно, Дори всегда она будет что-то пытаться продать ты правда последуешь совету Мику? это и была изначальная причина участия в соревнованиях раз так, то дождемся утра и пойдем осматривать место выращивания плесенников мы просто хотим убедиться в безопасности соревнования я не сомневаюсь в бомбом шапочки не переживай ох, что тут бомбом шапочка заказ Лейлы так, Б это список товаров которые Лейла заказала универсального торговца в нем перечислить ингредиенты для приготовления пищи которые Лейла хотела приобрести в списке упоминается адрес где она встретилась с универсальным торговцем и называла Тарваров особенно выделена покупка Лейлы предмета, который невозможно найти на Большом Базаре как будто для того, чтобы служить напоминанием о личности Лейлы по какой-то причине место встречи назначено в Сумеру не в Сумеру, а по дороге за городом универсальный торговец похоже искусен в планировании поскольку принял заказ Лейлы еще во время перевозки товара похоже, что тут универсальный торговец так а, эта зона обозначает сейчас это самое а нам вообще надо дождаться трех утрен пора отправляться туда, где выращивают плесеников там сейчас как раз никого нет после завершения исследования отправимся к универсальному торговцу которому поинал Лейлы и выкупим у нее все у него или у нее после чего мы перейдем к следующему раунду похоже на обычный цветочный агар ничего секретного их рецепт лежит повсюду на столах пусть даже у них странный состав значит мы не можем их исследовать если возьмем их это будет считаться воровством нас дискредитирует а бригада 30 даже может нас арестовать точно, у нас ведь есть фотокамера надо сфотографировать эти цветочные агары и их рецепты так мы сохраним много важных сведений сделайте фотоснимки так, я понимаю мне надо камеру достать или что от меня хотят или не надо да вы находите и фотографируете рецепты цветочного агара готово а теперь нам надо обратиться к профессионалу чтобы провести анализ но похоже время поджимает давай сначала поможем Лейлы с покупками Ханни вы очень строги к себе так рано начали обучать плесенников неудивительно что вы дошли до самой вершины Ханни мы не договорили в прошлый раз твоя точка зрения слишком радикальна ничего у нас вдруг генерал Матор если что отмажет лишняя болтовня тут ни к чему если считаете что я ошибаюсь одолейте меня прежде чем внушать мне свою якобы правильную точку зрения она вообще нас не слушает когда мы только познакомились у нас были нормальные отношения как до такого дошло идем у нас мало времени не за того я замуж выходила ладно придется нам еще постараться бам-бам шапочкам да и дендрахон сам тоже да нас по-любому отмажут он все следил и этот все такие руки в боке а че это мадама бомбит ну так у нее плесеники кого-то поубивали видимо вот она и бомбит ой нам же в сумеру точно ну че это типа Дори или типа нет так слушайте кто проходит ивент вовремя это сейчас последний кусочек или еще будут я просто не знаю когда он там начался вроде сегодня третий день да не четвертый сколько там уже кусков ивента доступно в принципе и по Дори да вот место встречи с универсальным торговцем согласно записке Лейлы должно быть вы ищете универсального торговца если так то добро пожаловать с братовой зояками да да откуда ты знаешь не может быть это же Дори так ты и есть универсальный торговец о котором говорила Лейла чему ты так удивилась у госпожи Сенгэмабай самый большой и удивительный в стороне товаров все торговцы и покупатели в Большом Базаре об этом знают универсальный всемогущий всесильный и другие подобные слова все это мои эксклюзивные бренды никто из других торговцев не имеет права их использовать за исключением желающих купить это право на несколько миллионов лично я этот кусок проходила так что дальше не видела нам стоило догадаться так что Лейла и правда отправила вас с поручением похоже она и впрямь одержима этим турниром укротителей значит у вас довольно близкие отношения раз ты так хорошо ее знаешь ха-ха-ха отношения здесь ни при чем Лейла покупала у меня кое-что ничего особо ценного но для учащегося это большие деньги разумеется было очень легко догадаться что она участвует в каких-то подозрительных соревнованиях похоже тебе кое-что известно у меня просто смутное ощущение что есть какой-то подвох кстати у меня тут кое-что залежалось вам будет у меня чем будет у меня ржаветь лучше предложу это вам покупайте наше все какие-то детали и фрагменты записей говорят это аппаратура и документы которые пытались уничтожить организатор соревнования но они оказались слишком невнимательными чата тяга к обогащению слишком сильный и вот эти зловещие вещи оказались у меня если посмотреться текст на этих документах очень напоминает рецепт цветочного агара фрагменты аппаратуры кое в чем похоже на жемчужины мудрости возможно все это использовалось в экспериментах возьмем их с собой и попозже покажем Мика может быть она найдет что-то здесь что здесь не так короче говоря мы можем сначала предложить похоже наши изначальные опасения вот-вот подтвердятся а паймен хотела просто поиграть с бомбом шапочкой хоть я и не совсем понимаю о чем вы говорите но похоже эти вещи вам нужны сделаю вам хорошую скидку с вас 60 миллионов спасибо за визит что-то сегодня прям долго ну сейчас просто мы в четверг играть не будем в генш поэтому да мы в прошлое воскресенье так же сидели что так нечестно хи-хи я пошутила никому кроме вас и матры эти вещи не нужны верно так что я дам вам их бесплатно дайте мне заказ лейла я посмотрю что ей нужно когда все приготовлю отправлю ей курьером чтобы вас не гонять как же ты напугала а Пайман уж было решила что нам придется работать впустую даже с премией он вряд ли столько заплатит вот заказ лейлы ну-ка смешная мука смешанная с молотами мацутака выдержанное варенье и сок персика зато неужели на плесеннике правда все это едят и откуда лейла это узнала что за гадость вы мне тут перетащили Пайман слегка не по себе но сейчас нет времени уж лучше пока продолжить соревноваться примите участие в соревнованиях даже если Кутили что-то замышляет и мы его забытьим после того как пройдем последние испытания ну сейчас вот сходим посоревнуемся и на этом наверное закончим так куда нам там сюда теперь зато я могу теперь проскипать сюжет ну да все для Хельгиди я не помню наверное свалила быстро на другой стрим ну да ты наверное ну короче мы в прошлый раз так же сидели одна восьмая так у него так пира берем оно как прошлый раз наверное сейчас я думаю а ну может быть с Микой еще поговорим после битвы да наверное не знаю но четвертый кусок я начинать уже не буду даже если он там уже открыт а то я уже устала читать Мацутака это же гриб и плесеники тоже грибы грибы ковылька неба мне по душе такой настрой мощь стоящая всей моей многолетней тяжелой работы подходите убедитесь сами в могуществе отряда плесенника так заморозь их ледяной взрыв бам-бам шапочка супер взрыв так кто у него там остался так это температура недостаточно для того чтобы растопить то самое то самое ой лечимся срочно а тут можно проиграть вообще они их загоняют дедушка ети хриумейнер брата убийства как такое возможно я казался настолько слабым это была нелегкая победа вы с ребятами славно подрубились бам-бам шапочкам там можно потерять плесеников наверное можно ну да в принципе наверное совсем не покемоны ну да на самом деле не покемоны покемоны только похоже как ты ловишь а дальше уже просто жмешь все кнопки ладно не все кнопки подряд дом и путешественник я увидела в расписании что вы прошли в следующий этап поздравляю о лейла у тебя сегодня хорошее настроение и кручий звер выглядит довольным значит вы тоже выиграли на этот раз я сильно волновалась я лишь на волосок обошла своего соперника как же здорово что до соревнований я успела потренироваться с яей я только что получила свой заказ от универсального торговца огромное вам спасибо чуть позже мы вместе с кручий зверем пойдем менять статус ох мне не хватает сил давайте просто уменьшим громкость кстати а куда делась Мика госпожа Яя похоже у нее какие-то были срочные дела она ушла вместе с Солкой кажется ими руководил наемник из бригады 30 когда я вернулась на арену они уже довольно далеко ушли и догонять их я и спрашивать показалось невежливым может она занята срочной работой верно в последнее время Мика все время была на соревнованиях хотя бы изредка заниматься вопросами издательства вполне нормально к тому же Мика говорила что хочет во время отпуска пособирать материалы возможно этот наемник их проводник нам не о чем беспокоиться в принципе могу понять почему они делают такие казуальные ивенты это для мобильных игроков у которых и без того страшно все лагает и мало удобства в передвижении угу впереди четвертьфинал самое сложное состязание немного страшно но мы сделаем все что сможем да мы неплохо продвинулись удачи Лейла нам тоже не стоит расслабляться мы должны быть на чеку давай сфотографируем вещи которые дала нам Дори и вместе с утренними фотографиями покажем их Мика при следующей встрече еей задание выполнено улики для Я и Мика новообразимая защита так ну все это я тогда посмотрю в следующий раз тут логичное место сделать перерыв прогресс турнира прикольно ну вот как раз половину турнира мы прошли да получается еще половина осталась как говорится как думаете будем ли мы потом сражаться с кем-то из наших так сокровища сада все еще надо ходить на бои окей все остальное вроде делаем вот короче мне понравилось прикольно на самом деле такой лайтовенький эффект и с этим самым с детективным сюжетом ладно все значит следующий четверг наверное пропустим скорее всего так что остаток ивента я наверное запишу самостоятельно потом большое спасибо что досидели до конца всем до следующей недели всем пока 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 субтитры Продолжение следует...